Приветствую вас. Ну, во-первых, я, наверное, рекомендовал бы вам не использовать вообще термины. То есть, вот классический нарцисс без негативных любовных сценариев. Боже, мне сложно так вот сходу сразу понять, о чём вы говорите. То есть, что ж такого, с чего вы взяли, что вы классический нарцисс, но без негативных сценариев. То есть, не нарцисс, а невротик, невротик, простит, невротик. Вот. То есть, например, в моей парадигме, в моей парадигме, не бывает классических невротиков. В моей парадигме, как бы, каждый случай невроза, да, уникален. В моей парадигме вообще невроза не существует. Просто, вот, определённые сложности, причин, людей, что... И как бы, и как, ну, в смысле, как нам быть с вами в этой ситуации. То есть, в моей парадигме, а, ну, она, что-то, очень много сумма, очень много, и в своей основной. И, тем самым, ну, на мой взгляд, не шарит, не шарит, не шарит, вот, не шарит. Причём, не шарит, ну, так вот, очень сильно, не шарит, ощутимо, не шарит. Ну, к сожалению. Второе, на что я хотел обратить ваше внимание, это на то, что вам нужна терапия, то есть начать вам, если мы говорим про то, что вам нужно начать с чего-то, то я бы рекомендовал вам начинать с тех терапии. Потому что сейчас вы, на мой взгляд, в лучшем случае, пребываете в моменте, в потере. Вот. То есть, ну, в лучшем случае, вы потерялись. В лучшем случае, вы в себе запутались. Это в лучшем случае. Поэтому, да, вы пытаетесь, там, как-то вот через, ну, вы пытаетесь через другие, через термины, но это не очень хорошая идея. Дальше. Значит, я не умею правильно комплектовать в глубоких спорных ситуациях и беру ответ на звену на себя. Я думаю, что на позиции, я не умею правильно комплектовать, она уже вызывает вопрос. Потому что, что такое правильный комплект? Вот думаю, что такое правильный комплект. Опять же, в моей бродигме, например, конфликтов вообще может не быть от слова совсем. Понимаете? И это, это нормально. Вот это абсолютно нормально, что может не быть конфликтов вообще от слова совсем. Понимаете? А для вас, как видите, можно правильно конфликтовать, можно неправильно конфликтовать. Да? То есть, как бы, есть вот дифференциация. Вы готовы чувствовать себя виноватым. Вы готовы себя чувствовать виноватым. Ну, я попробую, как бы, брать виноватым на себя. Да? И... В общем, это связано. В общем связано то, что вы готовы брать на себя виноватым. То, что вы подавляете свои чувства. И... Ну, это только одна из причин, конечно, да? То есть, так, так, причин, в принципе, больше. Вот. Ну, пока давайте, вот, обратим внимание на... на это с вами. Ну, это, мне кажется, не то, что прям важно, да? Самое важное. Понятно, что... Важно всё. Не только это. Вот. Просто речь... Речь здесь идёт о том, что вы склонны подавлять себя. Вы, вероятно, склонны также направлять агрессию свою. Свою. Провозбудникает ответ на... Значит... Ну, на действия людей. Слонны, то агрессию направлять на себя. Вот. Внутри. А не во мне. И это... Это уже, как мне кажется, в определенной степени вопрос. Как вы говорите? Ну, пришли. То есть, необходимо учиться обращаться со своими эмоциями. Необходимо учиться обращаться со своими чувствами. Необходимо учиться обращаться с тем, чтобы... Эм... Как бы, ну... Чувствуете, что вы хотите и так далее. Да? Вот. Хотя это, безусловно, это не единственное. На что вам нужно обратить своё внимание. То есть, безусловно, у этого есть эм... Другие моменты. Вот. На что можно обратить внимание. Конечно. Ну, по-моему, мне можно обратить внимание. Вот. Дальше. 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 Так. Не говорю об этом слух. Переживаю на двережных... Ну, вот, переживания. Ну, я вам, честно, выражаю. Не умею выражать. Глотно работать. Без отношений. Без проблем. Эм... Там есть что-то... Чересчур... Эм... У меня тормозящая повышка. Отрываются именно по поводу работы. Как работу вас характеризует? Знаете? Эм... Здесь, мне кажется... Эм... Эм... Работа для вас это что-то вроде... Эм... Эм... Возможности... Доказать... Эм... Может быть... Эм... Себе и другим, что вы... Эм... 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 Какая-то. Эм... Ну... То есть, может быть, что-то... Эта возможность... Эм... Доказать... Эм... Что... Вы чего достойте. Вот. Эм... Что вы... Эм... Что вы... Ну... Что вы достойны. Как... 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 Как бы... Эм... Эм... Вероятно. То есть... Эм... Я не знаю. Как. Так... Ну... Я не знаю... У... Так ли это... На самом... Деле. Вот. То... То, что я говорю. Но... Пока... Вот... В качестве... В качестве... Предположения... Я мог бы... Выделить... Эти... Момент... Потому что... Они... Важны... 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 Эм... Они важны... Дальше... Дальше... Вы пишите... В любом коллективе... Нажда... Все хорошо... Потом люди перестают ценить... И садятся на... Че... А что делаете вы? То есть... Вот... Не сложно... Здесь увидеть... Что вы говорите... Про людей... Эм... Не про себя... Вы... Вы говорите... А про людей... Люди... Сначала... Сначала... Эм... Эм... Значит... Ну... Действует... Как... Люди перестают меня ценить... И прочее... 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 Вы-то... Сами... Что... Делать... Эм... 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 Что... Делать... Эм... Эм... Ну... Не просто жить так... Эм... Эм... Люди... Эм... Перестают... Извинуть... Вероятно, вы... Эм... Им в этом... Каким-то образом... Помогать... Вероятно, вы... Им в этом... Каким-то образом... По-собствует... Вот надо бы... Понять... Каким образом. Лично я думаю, что дело здесь в том, что вы пытаетесь в надежде избегать конфликтов с темагазин. Это не получается, а люди видят, что можно манипулировать таким образом, что они в принципе и делают. Моя губительность заключается именно в этом. Так обычно бывает, что садятся на шею тому, кто заинтересован в большей степени в каком-либо исходе. Ну то, что заинтересован, например, в том, чтобы, условно говоря, не было конфликтов. Не понимаю при этом, что конфликты, они, ну что это нормально. Что не избегать нужно конфликтов, а смотреть на то, что я чувствую в конфликте и как это выражаю. А если не выражаю, то что происходит там, где я это не выражаю. Вот. Понимается, да? Такая штука. А у вас получается, что вы пытаетесь конфликта избежать. Вот. В итоге делаете всё для того, чтобы его избежать, но он не избегается. То есть, конфликт конфликта избежать не получается, не выходит. Вот. И это становится проблемой. Ну, вообще, мне кажется, это нормально. Что это становится проблемой. Потому что, конечно, конфликт, ну, его не разрешить. Вот так вот, как вы пытаетесь это сделать. Вот. Такие дела. Дальше идём. Вы пишите, так, хочу исправить эту ситуацию, с чего абсолютно начать. А какую ситуацию вы хотите исправить? Ну, то есть, что, чтобы вам люди на шеи не садились, или чтобы конфликтов не боялись? Какую ситуацию вы хотите исправить? Что конкретно вы хотите делать? Я не очень понял, о чем я говорю. Потому что вам по-хорошему не стоит, ну, исправлять, ну, по моему мнению. Вот. А вам по-хорошему надо бы себя исследовать. И вам по-хорошему нужно изучать свои реакции на конфликт. Вот. Ну, если вы понимаете, что я не веду, конечно. Если вы понимаете, что проблема, она в этом, она не в том, что у вас сложности с одним или другим. Так как бы. Вот. Так что. Так что, мне кажется, операция вам нужна, не надо, чтобы исправлять ситуацию. Ведь, может быть, вы хотите быть добрым, отзывчивым человеком, которым вы являетесь. Просто в определенный момент вы перестаете этого, хотите хотеть. А действовать в таком ключе все равно продолжает. И это, конечно, очень тяжело. Я так подозреваю, что не просто тяжело, а болезненно. Вот. Потому что, ну, самооценку вынижает и всячески, всячески объясняет вам. Вот. 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 Я думаю, что это. Увидимся, что вы на вас. У нас профи вообще, прощаетесь в трепие. А мы коллеги рекомендую вам отзывы, чтобы вы нажать. Я просто скажу пару слов о том, что ни в коем случае не отрицаю важности свои реакции отслеживать, но отслеживать их мало, нужно о них еще говорить, если вы не будете говорить о своих реакциях, то толку от того, что вы их отслеживаете, ну мягко говоря, не будет никакого. Поэтому если вам нужно, если вам хочется действительно что-то изменить, а старайтесь не просто отслеживать реакцию свои, хотя это важно, ну говорите о них. Лучше всего, если вы оплатительная психотерапия. А что важно, вы как будто бы ставите себе диагноз. Я сказал вам, что, не знаю, классический нарцисс, например, значит, как будто поместилось сюда в рамки. Это на самом деле худшее, что вы можете бы сюда сделать. Худшее. Потому что вы живете таким образом в очень мощных границах, которые сам себе установили. Мне, честно говоря, подобная позиция не нравится. Мне не нравится такая позиция, я считаю, что человек любой человек достоин больше. Поэтому, если вы думаете, что мы, условно говоря, на психотерапии занимаемся тем, что лечим невротиков, то вы в какой-то степени ошибаетесь. Мы лечением, лечением вообще не занимаемся. Именно лечением мы не занимаемся. Мы помогаем людям, да, разобраться с себя, это правда, но лечить нет. Мы, брать, помогаем человеку заметить в себе то, что, вероятно, вероятно, в другой бы раз он бы не заметил просто. Мы помогаем человеку лучше понимать себя и так далее. А вы здесь, условно говоря, наблюдаете у себя довольно много реакций, я бы сказал, поведенческих достаточно количества таких вот программ, ну, деструктивных, вот. К сожалению, к сожалению. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что это было полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!